друзья приветствую всех на своем канале есть поесть и сегодня предлагаю рецепт пожалуй самой бюджетной и самой вкусной закуски ну кто из нас не любит сало только порой оно бывает неудачным в плане мягкости поэтому я сделаю беспроигрышный вариант сало будет буквально таять во рту такое закусочное или бутербродное сало как его называют приправленное чесночком ароматными специями намазанная на ржаной хлебушек отлично подойдет к борщу или к любому другому супу а также просто в виде закуски список ингредиентов смотрите под описанием к видео беру сырое тонкое сало можно вообще взять какие-нибудь обрезки обойдется еще дешевле и у меня здесь остается совсем немного мяса нужно все хорошенько промыть и обсушить шкурку я обычно срезаю хотя некоторые считают что прелесть этого блюда именно в шкурке и перекручивают все вместе поэтому вы решайте сами тщательно срезаю все остатки сала и нарезаю его кусочками чтобы удобно было прокручивать на мясорубке у меня получилось 750 граммов чистого сала я буду делать три разных вида закуски но основа будет одна поэтому вместе с салом я сразу прокручиваю чеснок я обычно использую крупную решетку так как мне нравится чтобы сало было небольшими кусочками так же как и чеснок если вы хотите более однородную текстуру используйте среднюю решетку а если вы хотите чтобы от чеснока остался только вкус его можно измельчить в блендере до состояния кашицы ну вот масса готова и продолжаю делать основу добавляю сюда соль я использую крупную каменную а также черный молотый перец все очень тщательно перемешиваю в общем-то в таком виде сало уже готово для засолки сюда можно больше ничего не добавлять но так получится очень просто поэтому я делю все сало на три части примерно по 250 граммов и сделаю с тремя разными вкусами в одну часть я добавляю немножко перца чили и копченую молотую паприку в другую часть я добавляю молотый мускатный орех и душистый перец а также молотый кориандр и в третью часть отправляю мелкорезанный укроп вообще обычно берется свежий но в данном случае я использую замороженный тщательно размешиваю каждую часть и раскладываю по контейнерам накрываю крышками и убираю в холодильник на 12 часов через это время сало уже можно пробовать но будет лучше если она посолится хотя бы сутки и вообще чем дольше стоит сало тем она становится вкусней особенно хорошо она с ржаным хлебушком сало с копченой красной паприкой естественно имеет подкопченный привкус и чем-то напоминает шпик по-венгерски сало с кориандром пряное с ярким вкусом но с укропом лично для меня вне конкуренции свежий сочный вкус слегка отдающий чем-то маринованным я обычно делаю такое сало в пределах одного килограмма поэтому храню его просто в холодильнике около 10-12 дней если кто-то так делал и знает максимальные сроки хранения напишите пожалуйста но разумеется в случае если вы сделали много сала и предполагается длительное хранение лучше заморозьте и доставайте по мере необходимости если вам понравился данный рецепт не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий отмечу еще раз что количество чеснока соли и специй регулируйте на свой вкус смотрите также и другие мои рецепты и не забывайте подписываться на канал есть поесть а я желаю всем приятного аппетита удачных экспериментов на кухне увидимся в следующих видео